И в продолжении темы. 26 апреля – черный юбилей трагедии на Чернобыльской АЭС. Этой памятной дате посвящен классный час для учащихся 10-х классов гимназии номер 1. Он был подготовлен Печорским информационно-просветительским экологическим центром «Природа и человек». Цель этого большого мероприятия – увеличить экологическую грамотность школьников. Детям рассказали о катастрофе Хиросимы и Нагасаки и об испытаниях ядерного оружия США на острове Бикини, когда после этого он стал непригодным для жизни и были стерты с лица земли два его соседних острова. И, конечно, самый крупный по своим масштабам и последствиям катастрофе на Чернобыльской АЭС. Наша библиотека заключает договора с учебными заведениями, проводим мероприятия такого плана. Уроки, классные часы и ученики, учителя принимают активное участие в таких мероприятиях. Чернобыль по-украински полынь. После трагедии сразу вспомнили о звезде полынь, которая должна была возвестить о наступлении апокалипсиса. В Библии сказано, наступят на земле горькие времена, когда упадет на нее звезда по имени полынь, и воды станут горькими. Пророчество сбылось. Жертв чернобыльской трагедии было бы меньше, если бы правительство СССР сказали, пусть горькую, но правду. А люди в это время продолжали жить обычной жизнью. Загорали, купались и ловили рыбу. В этот день в городе отпраздновали 16 свадеб, и только спустя 36 часов началась эвакуация. Пустыми оставались города и села. Печорские гимназисты, слушая все это, еле сдерживали слезы. Ребята, сегодняшним классным часом узнают, как произошла эта авария, как пострадали люди, как пожарные города Припяти тушили эту аварию, последствия аварии до сегодняшнего дня. Это относится и к животному миру. Сейчас посетить Чернобыльскую зону, посмотреть брошенные дома, школы, детские сады, может любой совершеннолетний человек. В Чернобыль организуют экскурсионные туры. Мероприятие, которое провели сотрудники библиотеки филиала номер 17, было по-настоящему нужным. Проводили подобные мероприятия в Печорском промышленном экономическом техникуме и поступило от преподавателей такое предложение, чтобы мы на будущий год запланировали такое мероприятие, аварии на Чернобыльской АЭС, и рассказали о жителях нашего города, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской электростанции. Опыт аварии в атомной энергетике показал, если мир не может отказаться от этого источника совсем, то должен на первое место поставить жизни людей, а не имидж страны.